В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. И сегодня мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Кожа человека. Особенности секрета». Напомню, что по одному из современных календарей 5 декабря 2017 года вторник, по одному из старинных 35-й день месяца новых дорог, 7526 лета, тоже вторник. Автор-сказитель, вам хорошо известный, наш уважаемый и любимый доктор Захар Белинский. Ари, рад! Здравия тебе, Ари, рад! Здравия, народ! «Кожа человека. Как некоторые любят шутить. Скажите, пожалуйста, какой самый большой орган у человека? Многие ставят это просто в тупик. Какой орган? Ну, начинают там лёгкие, печень. Кто доминантный самец, он там на что-то другое указывает. Женщины некоторые начинают там тоже мериться чем-то. Но оказывается-то, самый большой орган человека – это что? И вот многие впадают после этого в полное недоумение. Я думаю, что мы сегодня все точки зрения по поводу кожи рассмотрим, что это такое, зачем это нужно, из чего это стоит, и как нам с этим вообще жить, чтобы все мифы перевести в реальность. Пожалуйста. Благодарю за предоставленные возможности. Так вот, пока ты делал анонс, мне пришло в голову такой определённый каламбур. Импровизация сплошная. Ты рассказывал, сейчас говорил, так и заинтриговал, какой самый большой орган и так далее. Так вот, название самого большого органа в нашем теле – это кожа. А задавая вопросы, можно было сказать, какой в нашем теле самый большой орган состоит из четырёх букв. Там есть буква «Ж» и есть буква «О» в названии. И, конечно, какая-то часть населения могла подумать, что это они пошлят там себе. Ты знаешь, я хотя, конечно, многое чего повидал и услышал в своей жизни. Но вот как-то к этому я… Уж извини, извини. Ну ладно, да, оказалось, это не попа, да. Хорошо, хорошо, что не попа. Ну, давай всё-таки переходим к коже. Мало того, что кожа – это самый большой у нас орган, он ещё и самый тяжёлый. Он ещё и занимает самую большую площадь. Площадь кожи порядка двух квадратных метров, ну, в зависимости, конечно, от размеров тела в среднем. А вес его может… Вес кожи может достигать от 3 до 20 килограмм. То есть кожу можно назвать ещё и самым тяжёлым органом, который есть у человека. Можно, конечно, говорить о значимости кожи очень много. Все органы нашего организма значимы по-своему, но кожа, можно сказать, имеет первичное для нас значение в плане нашей жития в окружающей среде. Потому что мы и живём, мы соприкасаемся с явлением внешней среды, постоянно, круглые сутки, там, каждый момент. И кожа в этом отношении нам помогает. Она нам и защищает, она нас и защищает, она нам и сигнализирует. Она предоставляет нам определённую информацию. Благодаря коже человек имеет те возможности в жизни, которыми, собственно говоря, пользуется. Но в сегодняшнем эфире я хотел бы в большей степени поговорить о другом. Сколько справочной информации о коже можно получить из различных источников и, возможно, даже более подробно, нежели об этом расскажу я, я бы хотел поговорить с нашими уважаемыми радиослушателями о том взгляде, который можно иметь на кожные дисфункции, проблемы кожи. Ну, а здоровая кожа, ну, собственно говоря, что о ней говорить? То есть, как в той известной поговорке, что все люди несчастливы по-своему, а счастливы все как один одинаково. Точно так же и здесь, что здоровая кожа, она одинакова, а вот проблемы у кожи у каждого свои, возможно, у каждого они выражены своими собственными обстоятельствами. Поэтому, предлагаю сегодня, хоть, может быть, это несколько так и пессимистично, но поговорить о взгляде на проблемы кожи, чтобы, вернее, не чтобы, а я хотел бы предложить на ваш взгляд определенную позицию, понимание, что же есть такая проблема кожи и откуда она исходит. А в современной медицине у нас существует такая отрасль, как дерматология, да, от слова дерма, кожа, вот, причем здесь дерма имеется в виду средний слой кожи, потому что кожа вообще состоит из трех слоев, верхний, средний и нижний. Вот, так вот, прежде всего имеется в виду средний слой кожи, основной в этой науке. И эта наука имеет, как медицинская наука, имеет своим предметом рассмотрения различные состояния, которые возникают на коже, на поверхности кожи, и имеет об этих состояниях свое представление, свое суждение, имеет понятие о том, почему они возникли, имеет понятие о том, как их нужно лечить, ну и считается это отрасль обособленной, то есть когда у человека вскакивает какой-то прыщ, он его видит, видит, что он вскочил на кожу, значит, что нужно делать? Нужно идти к дерматологу. Затерматолог что-то посмотрел, ага, и понял, что это, из-за чего этот прыщ возник, вот, и чем-то помазал, либо назначил какую-то таблетку. Так вот, рассмотрение причины возникновения кожных явлений в больший период времени, вот от всего момента и назад, что там будет впереди, пока неизвестно, было обусловлено только механизмами самого возникновения прыща, то есть смотрелось, вот, допустим, пора, она там, верхушка пора оровевает, оровевает, закрывается, там скапливается кожное сало, там потом кожное сало начинает раздражать, пора, там получается воспаление и так далее, то есть разбирался сам процесс возникновения, скажем так, кожной дисфункции, условно говоря. А почему происходила самая эта кожная дисфункция? Особый взгляд не рассматривался, не обращали внимания. И с моей точки зрения, это крайне неверно, крайне неправильно, потому что лишает нас полного понимания возникающей в организме проблемы. Кожа является зеркалом всего организма, как глаза являются зеркалом души, скажем так, вот так, кожа является зеркалом всего организма. И глядя на человека, а точнее, когда мы говорим, что мы смотрим на человека, мы смотрим прежде всего на кожу этого человека, на его кожные покровы, прежде всего, в основном, все, что мы видим в человеке. И вот кожа является зеркалом состояния нашего организма. Более того, хотел бы сказать такую вещь, что кожных болезней, кожных заболеваний, вот изолированных кожных заболеваний, как таковы, их не существует. Все дисфункции, которые проявляются на коже, это следствия. И лечить эти следствия или как-то избавлять организм от этих следствий изолировано от решения основных проблем, почему они возникли. Это является не только целесообразным, но и переводит эти состояния кожи зачастую в хронические состояния, либо же усугубляет их до крайней степени, когда человек уже, его привычное существование, вернее обычное существование становится крайне невозможным, когда организм доходит в состояние, допустим, разросшийся на все тело экземы, или уже псориаз захватил все, или мокнущие лишеи по всему телу, ну и так далее. Все это происходит из-за того, что пытается просто лечить кожу, не обращая внимания на состояние всего организма. В ходе сегодняшней передачи я хотел бы представить нашим уважаемым радиослушателям такой взгляд. Я не скажу, что он нов, я не скажу, что он оригинален, его придерживаются многие мои коллеги, даже в современный период многие врачи, которые за ним изучают кожные покровы, тоже считают его верным. Но в целом основной взгляд, который сложится в официальной лопатической медицине, я думаю, что еще какое-то время изменен не будет. Так вот, в чем основной принцип проблем с кожей, в принципе, любых, которые только могут возникать? Это перегруженность, загрязненность нашего организма. Одна из основных причин проблемной кожи – это питание. Но кожа имеет ряд периодов, скажем так, связанных с жизнедеятельностью человека. То есть кожа младенца имеет одни свойства, кожа подростка – другие, взрослого – третья, кожа пожилого человека имеет четвертые. Вот, конечно, разумно рассматривать все по этим периодам, потому что в разных периодах разные ситуации оказывают большее влияние. Когда ребенок мал, находится в грудном возрасте, то одной из основных проблем на коже является атопический дерматит. Я думаю, что многие слышали это название, знают, что это такое. Ну, видели, слышали название, видели его проявления на коже. Так вот, наверное, не все знают, что слово «атопический» на самом деле обозначает «неизвестный». То есть причина возникновения этого дерматита в современной медицинской мысли неизвестна. Но они классифицируют такие проявления на коже, как дерматит, то есть воспаление кожи с неизвестным происхождением. И начинают его лечить. Причем лечить, нанося непосредственно какие-то лекарственные средства на саму кожу, пытаясь снять это воспаление. Иногда это получается, но даже тогда, когда это получается, происходит на какой-то период времени, потом почему-то оно снова возвращается. Снова рекомендуют каким-то образом лечить. Так вот, причина атопического дерматита всегда кроется в кишечнике, в желудочно-кишечном тракте малыша. То, что ребенок ест, то и оказывает влияние на его кожу. Это один момент. И второй момент, ну, в принципе, плавно выходящий из первого, это паразитарное влияние на организм малыша. Здесь либо инфекция какая-то, либо черви в кишечнике, также дают какие-то проявления. Очень часто состояние атопических дерматитов на коже младенца вызывается употреблением молока. Но молока не материнское, которое младенцу необходимо, а употребление коробиого молока. Употребление молочных продуктов, различных сладких творожков, сырков, чего угодно, тому подобное. Это употребление сладостей, употребление продуктов современной пшеницы. Все это приводит к возникновению атипичных дерматитов и вообще проблем с кожей ребенка. И, как ни странно, даже без внешнего воздействия на саму кожу атопический дерматит проходит после того, как изменяется питание молочных. После того, как его перестают закармливать коровым молоком, сладостями, какими-то булочками. Каждый из этих продуктов, он разрушающе действует на желудочно-кишечный трат, каждый по-своему. Основное действие молочных продуктов, бредное действие в том, что они, помимо всего прочего, образуют, попадая в кишечник, образуют такую субстанцию, которая называется ксерогель, обволакивает стенки кишечника. Препятствую нормальному пищеварению. Вследствие этого скапливается большое количество пищи в кишечнике, которая не усваивается, просто-напросто там гнет, разлагается и тем самым отравляет организм. Сахар для ребенка вреден тем, что он благоприятствует и увеличивает колонию вредных микроорганизмов внутри ребенка, будь то вирусы, будь то грибки или черви. А современная пшеничная мука, которая имеется во всех хлебоболочных изделиях, даже тех, которые дают малышам, скажут, там шоколадки, не шоколадки, а сладости какие-то с прослойками из печенья, и того подобного, там присутствует пшеничная мука. Так вот, она содержит в себе в большей степени грибковые структуры, такие как исправилный снеггер, такие как кандида и тому подобное. Большая часть этих микроорганизмов является термофильными, то есть они не погибают при термической обработке, и затем прекрасно сохраняются в этом продукте и попадают в организм ребенка, там продолжают свое развитие. И кожа в данный момент сигнализирует, можно сказать, родителям, о том, что существуют проблемы в организме. Дело в том, что тоже является еще частью выделительной системы, и организм все равно сопротивляется, борется с теми недугами, которые у него начинают проявляться, поскольку большую часть, вернее, не большую часть, а порядка 84 токсинов организм может выводить только через кожу, то он начинает их вводить через кожу. Но поскольку эти токсины в организме в большом количестве, то их выделение связано с воспалением кожных покровов. И когда мы начинаем лечить дерматический дерматик, допустим, намазывая что-то на кожу, то, соответственно, мы занимаемся, можно сказать, стезифовым трудом, когда катим камень на гору. Ничего полезного в этом нет. Здесь нужно заниматься лечением желудочно-кишечного тракта, его очищением, освобождением, перестройкой питания. Тогда ребенок-малыш будет здоров. Что касается кожи подростка, то, в принципе, можно сделать такое отступление, что не только кожа подростка, но и взрослого человека, и пожилого человека. Опять же, здесь ливиная доля проблем с кожей – это питание. Но, конечно, есть и гормональные перекосы, вызванные, опять же, какой-то дисфункцией организма. Но это уже частности. А так, в основном, опять же, это питание, это состояние зашлакованности организма. Вот если взять такое достаточно известное заболевание, как псориаз, то можно с уверенностью сказать, что одна из основных причин псориаза в том, что межклеточное пространство организма просто загрязнено либо погибшими патогенами, либо продуктами метаболизма клеток, просто говоря, шлаками и токсинами. И очищая организм, очищая межклеточное пространство, очищая кровь, мы в достаточной степени снижаем все эти симптомы проявления на коже при псориазе. Можно даже, в принципе, не воздействовать каким-то специальным образом на коже, а только очищать организм, и псориатические проявления могут достаточно быстро сойти на нет. Во взрослом возрасте человек уже отчасти подвергается и воздействию внешней среды, таким как агрессивное влияние солнечного света. Почему я не говорил об этом, когда я рассказывал о проблемах младенца, допустим, подростка? Ну, это, конечно, так, но там основная проблема с кожей – это питание. У взрослого человека можно предположить, что организм уже более сильный, сбалансированный, и организм взрослого человека, в принципе, способен на более высоком уровне справиться с какими-то инфекциями, справиться с проблемами выделительной системы, чем подростка либо младенца. И здесь в очень большей степени встает вопрос именно влияние внешней среды. Это влияние экологии, это и влияние солнечного света, это и влияние употребления каких-то наркотических средств, будь то алкоголь, будь то табакокурение, либо непосредственно вещества дурманивающих человека, потому что выведение из организма также сопряжено с определенными трудностями, и часть из них выходит также через кожные покровы. Что касается проблем кожных покровов уже в пожилом возрасте, то здесь можно сказать о, конечно, замедлении всех биологически жизненных процессов в организме, и здесь уже вялость, слабость, изменение в структуре жировой ткани, изменение в структуре соединительной ткани дает вот такое состояние кожи, как мы видим у стариков. Здесь больше проблема заключается в том, что она становится дряблой, она становится вялой, обвисшей, и уже зачастую не выполняет свои функции. А функция кожи, одна из основных, важная для нашего организма – это защитная. И здесь можно плавно перейти уже к рассмотрению, допустим, этого вопроса, как кожа нам помогает, чем она нас защищает, каким образом. Так вот, кожа выполняет защитную функцию, но за счет чего? Вроде бы на ощупь она мягкая, в принципе, как она может нас защищать? Мы, когда падаем, то что-то себе обдираем и так далее. Ну, собственно говоря, особой защиты, можно сказать, нет от видимого аспекта проблем. Но, тем не менее, большая часть проблем для нас незрима. Мы не можем видеть микроорганизмы, которые попадают на кожу в огромных количествах и пытаются пробраться через кожу к нам в организм. Каким образом кожа защищает нас от них? Она имеет на своей поверхности кислую среду, которая там возникает вследствие появления там выделения кожного сала, жира и дубных секретов. И все эти вещества, перемешиваясь, они с волном маслом сдабливают нашу поверхность кожи. Эта масса имеет кислую среду. За счет этого она не позволяет враждебный микроорганизм проникать внутрь нашего тела. Если же, допустим, вот эта защитная среда, защитный барьер ослабевает, если организм уже хуже выделяет свои секреты, если еще человек ему к тому же мешает выделять эти секреты, самостоятельно их с себя удаляет, то человеческая кожа становится гораздо более проницаемой для вредоносных микроорганизмов, и человек может заболевать. Знаю, в современном мире, наверное, по крайней мере, может быть, это мое мнение, просто стоит какой-то культ моющих средств, которые можно на себя обратить. Это и мыло, это и какие-то там специальные души, это уже не гели для души, это и шампуни, их на любой выбор, на любой вкус, там показывают, какие они хорошие щелочи, как они хорошо могут убивать там всякие разные бактерии и тому подобное. Да, действительно, они обладают такими свойствами, но другой вопрос, нужно ли это человеку, важно ли это для человека. И выражая свое собственное зрение, могу сказать, что в большей степени это просто маркетинговый ход, потому что на самом деле для человека нет необходимости в такой, очищательной, в такой пристальной, скажем так, деятельности, связанной с очищением кожи, потому что кожа на самом деле сама себя очищает, кожа сама о себе заботится. И очень частое мытье кожи, мытье лица, мытье рук, мытье поверхности тела несколько раз в день губительно для нашего организма. Может быть, потому что в современном обществе воспитан такой стереотип, что необходимо ежесекундно как бы хорошо пахнуть, вернее, пахнуть каким-то шампунем, если ты не пахнешь шампунем, то наверняка тебе будет идти запах пота. Так вот, самое интересное, что даже были проведены исследования, было установлено, что хуже пахнут те, кто чаще моется. То есть пот более вонючий у тех, кто чаще, скажем так, пользуется какими-то гигиеническими средствами. На чем это основано? Да, все элементарно. Кожа, лишенная своего покрова, защитного, масляного, при помощи вот этих вот всех моющих средств, она становится объектом атаки для патогенных микроорганизмов. Они с легкостью проникают в верхние слои кожи, и там начинают размножаться. Размножаясь, эти микроорганизмы всегда испускают дурной запах. Так вот, дурной запах тела человека, это не запах тела самого человека, а запах грибков, запах бактерий, патогенных, которые начинают проживать на его поверхности. Вот говорят, старческий запах, от тебя там идет какой-то старший, пошел старческий запах. На самом деле это не старческий запах, это запах бактерий, потому что, как я уже раньше говорил, что у стариков все эти жизненные обменные процессы крайне замедляются, и защитный слой у них слаб, поэтому на кожной поверхности обнажается большое количество бактерий. Поэтому идет такой запах. И, честно говоря, иногда даже возникает чувство негодования, когда нам через средства массовой информации подают как неотъемлемую часть нашего быта это антиперспиранты, гелевые дезодоранты от пота, которые нужно там мазаться, чтобы от тебя не воняло. То есть преподносится информация таким образом, что а вот человека, который не пользуется дезодорантом, обязательно будет плохо пахнуть, вонять. На самом деле это не так. На самом деле это заблуждение. Сознательно, несознательно – это уже другой вопрос. Если кожа человека, допустим, та же самая подмышечная область, она имеет правильную обработку, то есть если там в достаточном количестве выделено кожного сала, если там в достаточном количестве выделено различных жирных кислот, то возникает определенный микробиом в этом месте. Что такое микробиом? Микробиом – это совокупность огромного количества микроорганизмов полезных, не то что полезных, совокупность огромного количества микроорганизмов, которые выполняют на нашей коже полезные функции. Так вот, когда мы используем мыло очень часто, мы этот микробиом уничтожаем. И наша кожа, теряя свой ариргард, который находится на ней, и первых встречают вредоносные бактерии. Ведь на коже там вместо под солнцем делят большое количество бактерий. И часть из них проживает там постоянно, и они не наносят вреда нашему организму. Но они там пребывают, и более того, они даже защищают нас. Вот тех вредоносных микроорганизмов, которые попадают на нашу кожу, они их самостоятельно убивают даже без влияния нашей иммунной системы, без влияния, собственно говоря, самого нашего организма. То есть вот такая помощь. Чем чаще мы моемся, тем менее представлен микробиом на нашей коже. Поэтому вот такой вот порочный замкнутый круг. Чем больше человек моется, тем сильнее он будет вонять. Но я не говорю о том, что мыться совсем не нужно. Вот тогда тебе будет пахнуть ромашками. Если такое будет происходить, то от человека будет пахнуть, собственно говоря, естественно. Ведь каждый из нас, наверное, замечал, что от кого-то очень приятно пахнет. Очень как у кого-то очень приятно пахнет в общем тело непосредственно. Удыхая аромат, допустим, женского тела или, не знаю, там, ребенка, когда подносишь к лицу, так или иначе ощущаешь запах этого тела. И тело пахнет приятным. Здоровое тело пахнет приятным. Другой вопрос, что если человек заболел, конечно, запах, выделяемый, источаемый его телом, будет уже не тот. И опять же это будет следствием при наличии грибков в верхних кожных слоях. Поэтому, в принципе, природа нас устроила таким образом, чтобы наиболее приятный для нас запах наши организмы источали самостоятельно. Ведь наиболее, к примеру, манящий для мужчины запах женщины это именно тот запах, который источает сама женщина. И именно он влияет на процессы, происходящие в мужчине, когда он делает выбор у той или иной женщины. В последнее время эти естественные запахи, они подменяются парфюмерными, которые снабжены какими-то подобиями и таких запахов. Это уже, конечно, грубое вмешательство в нашу физиологию. Ничего хорошего это не приносит, по сути. Потому что отчасти, может быть, это и причина тех ошибок, которые происходят в семейной жизни. Выбрал, собственно говоря, да выбрал не ту. Вроде бы запах понравился, появились какие-то другие факторы влечения, а потом на деле оказалось, что это не твой человек. А вот если бы этого не было, то, возможно, бы и ошибки такой не было. Потому что наш организм, наши функции восприятия, которые мы не контролируем, которые функционируют сами по себе, автоматически, они гораздо более умные, нежели мы сами. И нас привлекают только те люди, неважно, для создания пары, либо просто для общения. Нас привлекают именно те люди, которые нам подходят, которые для нас, скажем так, добрые, которые для нас полезные. Я уже так достаточно много поговорю. Может, у тебя есть вопросы, Алексей? У меня пока вопросов нет, потому что ты все хорошо рассказываешь, сижу и наслаждаюсь тем, что ты рассказываешь. Да, хорошо, все. Так вот, тогда с вашего позволения, уважаемые радиослушатели, и твоего Алексея, я хотел бы продолжить и сделать такое небольшое отступление. Оказывается, я буквально недавно сам это узнал, что вот эти вот пищевые отдушки, которые придают некоторым продуктам аромат сладости, допустим, ванили или клубники, или еще что-то, часто это используют на каких-то десертах. То химики, пищевики его делают из потовых желез животных. То есть получается, по сути, что когда мы поглощаем какой-то химический вкусно пахнущий батончик сладкий, то мы, помимо всего прочего, помимо всякой химии, мы еще кушаем пот этих животных, который сформирован таким образом, при помощи дополнения химии, что для нас он пахнет чем-то вкусным. И поскольку я являюсь ирияным противником употребления химических сладостей, то предлагаю всем задуматься, когда вы будете кушать такую химию, что, по нему всего прочего, кушаете еще пот какого-то животного. Не к столу будет сказано, конечно. Ну и здесь, наверное, если что-то упустил, наверное, ставлю, когда буду отвечать на вопросы. Сейчас хотел бы рассказать о строении самой кожи, что же она из себя представляет. Я не буду подробно на этом останавливаться. Единственное скажу, что наша кожа имеет три слоя. Верхний, который является непосредственно защитным, он самая непосредственно верхняя часть кожи, но состоит из ороговевших кожных клеток. Таких, можно сказать, относительно ороговевших, более плотных, которые непосредственно функцию защиты от механических повреждений несут. Потом нижний слой кожи, это уже непосредственно дерма, между ними есть прокладка, базальная мембрана. Это именно благодаря базальной мембране мы можем кожу тягать туда-сюда, и она перемещается гладко. Кожа перемещается именно по этой мембране. И нижний слой, так называемая жировая прослойка, в которой проходят кровеносные сосуды, и венозные, и артериальные. Там же проходят и лимфатические сосуды. И у каждой из этих слоев кожи имеется своя функция. Если верхняя, это более имеет защитную функцию, то средняя часть, она содержит в себе большое количество, можно сказать, датчиков, она содержит в себе большое количество желез, секретов, которые что-либо выделяют на поверхность нашего тела. А самая нижняя часть, жировая прослойка, по-моему, всего прочего, имеет важную тоже защитную функцию и функцию для сохранения тепла в нашем организме. И здесь есть такой интересный момент, что чем больше у человека жировая прослойка, тем лучше его организм сохраняет тепло внутри себя. В современном обществе существует культ красивого тела. Это продвигается и в средствах массовой информации, это продвигается через медиаисточники. И в этом, конечно, есть резон. Ведь даже выбирая партнера, мы смотрим на его внешний вид, как он выглядит, он нас привлекает, мы выбираем, но в современный период это гипертрофировано. В обществе представлены как наиболее красивые те, кто имеет малую жировую прослойку, либо те, у кого жировой прослойки нет, все время изображают мужчин с кубиками пресса на животе. А если у человека проглядывает кубик пресса на животе, то это говорит о том, что содержание в его организме не жира, а жировой прослойки подкожной менее 6%. То есть это крайне мало. И такой человек на морозе будет очень даже прекрасно мерзнуть. Но, конечно, если в его организме там очень большая скорость обмена процессов, метаболизм, конечно, это будет компенсировать, но в целом такой человек замерзнет, конечно, раньше, чем тот, который имеет в своем запасе небольшое количество подкожного жира. И оно должно быть. Оно должно быть, более того, в наших широтах, а мы живем не на юге, в принципе, хотя сейчас погода, конечно, климат меняется, но у нас ежегодно присутствует холодное время года и похолодание там до минус 30 и выше. И в этот период нам просто необходимо иметь жировую прослойку. И, во-первых, для того, чтобы хорошо функционировала и сама кожа, потому что если в холодное время года на поверхность кожи не будет выделяться какие-то маслянистые составы в виде кожного сала, жирных кислот, то кожа просто-напросто лопнет, треснет буквально до мышечного слоя. Поэтому жир играет в человеке очень важной функцией, и он нужен. Наиболее важный для человека жир – это бурый или так называемый бежевый жир. Это полезный жир. Он находится на некоторых частях нашего тела, в животе. И в некоторые периоды, когда, к примеру, человек, человеческий организм начинает замерзать, то при помощи расщепления вот этого бежевого или бурого жира человек может согреваться. То есть возникает химический процесс расщепления, который наш организм согревает. И его накопление, его созидание, созидание этого бурого жира – это важный процесс для человека. При правильном и здоровом питании он появляется. Но при бездумном питании, когда человек потребляет все, что только ему не попадется под руки, не обращая внимания на пользу продукта, у человека накапливаются вредные жиры, которые сами по себе являются, по сути, могильниками для кислот. Вернее, не кислоты, но могильниками для токсинов. Я употреблю неверное слово. Ведь что такое вредная жировая капсула? Жировая капсула, вернее, не жировая капсула, а жировая клетка. Жировая клетка – это капсула, в которой запечатан токсин. Почему? Вообще в чем причина набора веса? Человек много-много ест, больше, чем ему нужно. И вот продукты не успевают усваиваться, остаются в кишечнике, они не успевают вовремя выводиться из организма до того момента, как начинают пропадать. И вот пропадая, разлагаются, гниют, бродят и отравляют организм. Организм эти токсины пытается фильтровать, заглушить. И вот часть из этих токсинов, которые организм не успевает, не может вывести, он их запечатывает в жировые капсулы. Так вот, фактически организм создает такие могильники для токсинов. И вот жировые отложения на теле человека – это есть не что иное, как в могильнике токсинов. В основном это происходит в области брюшной полости. Это накопление висцерального жира, то есть того жира, который образуется вокруг внутренних органов. Это наращивание сальникового листа. Это, скажем так, та броня, которая возникает спереди, над тонким кишечником. И ничего хорошего в этом нет. Более того, когда человек пытается избавиться от этих неприятных, неприглядных даже последствий своего чревоугодия, то сжигая эти жиры, сжигая эти капсулы, высвобождается большое количество токсинов. И если очень резко пытаться сократить свой вес и побыстрее, то может наступить состояние интоксикации организма. Поэтому любые поползновения, направленные на снижение собственного веса, должны быть плавными и естественными. Естественно, я имею в виду, когда человек поправляется, сбрасывает вес не через какие-то гиперусилия, а в процессе нормализации питания, в процессе нормализации режима сна, в процессе нормализации двигательной активности. Тогда человек похудеет естественным образом. Если же человек будет стараться похудеть при помощи каких-то средств для похудения, если он будет стараться похудеть при помощи каких-то специальных процедур, ничего хорошего из этого не получится. Поэтому предлагаю применять только естественные способы похудения. Далее. Хотел бы еще в эфире рассмотреть некоторые такие моменты, которые были как у нас в названии самого эфира с Алексеем обозначены. Это секреты кожи, интересные такие нюансы. Так вот, хотел бы поговорить о цвете кожи. Во-первых, о том, у нас же, у жителей планеты, у всех кожа разная. Но я сейчас не буду говорить о людях с другим цветом кожи, то есть затрагивать подробно. То есть это о людях с цветом желтой кожи, о людях, у кого цвета кожи барака, красной кожи. Скажу лишь только, что в принципе структура кожи у всех одинаковая, что у белых, что у желтых, что у черных. Я сейчас этими словами не хотел никого обидеть, просто констатирую факт цвета кожи. Структура кожи в принципе одинаковая. Единственная разница цветовых пигментов. Один из основных цветовых пигментов в нашей коже – это меланин. Так вот, как бы то ни странно, но меланина у белого и у меланина у темнокожего количество одинаковое. Но разница только в том, что у белого количество самих структурных единиц, этих шариков меланина, которые находятся в меланиновом ядре, их меньше, у чернокожих их больше, там порядка 600, а у нас бы там порядка 50-60, то есть у них в десятки раз их больше. Так вот, раз уже затронули все-таки темная кожа, давайте там останемся пока. Темный цвет кожи позволяет меньше нагреваться на Солнце. Именно этим обусловлено тем, что люди, к примеру, на нашей планете, живущие на экваторе, которых там, если вдаваться в предание предков наших, которых туда когда-то в свое время заселили, для того, чтобы создать условия, похожие на условия проживания на их планетах, куда они, можно сказать, перебыли по одной из версий. Так вот, находясь там, они находятся в такой достаточно жаркой среде, под активным Солнцем, и для них очень важна ситуация с терморегуляцией. Вот, и именно темный цвет кожи позволяет сохранить внутри организма ту температуру тела, которая является приемлемой для организма, и чтобы она как можно более долгое время не повышалась. У людей со светлым кожей терморегуляция стоит немножко похуже, но и так заложено, что мы проживаем в уных климатических широтах, и более того, если еще вдаться в ситуацию, то есть принципиальная разница между людьми с муглами, то есть людьми, имеющими, допустим, черный цвет волос, имеющие карие глаза, имеющие темные волосы. Вот, по славянской классификации, можно сказать, вот, допустим, между светорусами и росенами. Росены, темноволосые, и глаза у них огненные, как говорится, ну, или карий, как в современный период это называется. А светорусы – это люди со светлыми волосами, с светлым цветом волос, с голубыми глазами. Вот, и почему так обусловлено? У светорусов содержание меланина в коже меньше, чем у росенов. Росены более приспособлены для жизни в более жарком климате. А светорусы идеально приспособлены для жизни в более прохладном климате. И вот здесь я хотел бы сделать некоторое отступление, может, даже побеседовать с тобой на эту тему, Алексей, что вот интересно, ведь по нашим преданиям говорится, что мы вот пришли с севера, да, ну, вроде бы как с севера, там сейчас тепло, а когда мы там были раньше, перед тем, как прийти, там вроде бы было тепло и жарко, и хорошо. Вот, и тем не менее часть из нас и жили, и там приспосабливались, были светловолосыми голубоглазыми. Хотя, если принять его внимание, вот, допустим, если хоть какое-то отношение к истине имеет то, что я говорю, то, по идее, тогда наши предки, живя в таком жарком месте, допустим, там, в Кипербореи, каким оно раньше вроде бы было, то должны были уже немножко бы посмуглеть. Однако же нет. Нет, так и остались вот светловолосыми и вот такими людьми со светлым цветом кожи, с голубыми глазами. Что может быть, что-то можешь сказать об этом, Алексей? Я немножко не понял, что я должен сказать. Почему это не произошло? И искать предание? Или откуда все произошло? Нет, почему это не произошло? Вот как ты думаешь, вот все-таки почему? Ты знаешь, я вот как-то немного сомневаюсь в том, что, к примеру, кари-глазые, и у кого волосы потемнее, они очень хорошо переносят жару. У меня волосы карие. Глаза карие. Но как-то мне и нравится, когда тепло и когда прохладно. Но, с другой стороны, мне прохладный наш климат средней полосы, он ближе, например, нежели чем где-нибудь там на юге. Если мне приходится ехать куда-то на юг, для меня это просто мука. Я там нахожусь, конечно, мне нравится там, когда природа несколько отличается от нашего, все красиво, замечательно. Но вот когда там пекло стоит, для меня это мука. Хотя у меня глаза карие. Я не могу сказать, что там чернокожий какой-то, конечно же, нет. Но глаза у меня карие. И волосы у меня не белесые, а такие. Ну, вот кто видел, знает, какие у меня волосы. То есть кончик выгорает, он такой сверлый становится. Кончик волос имеет сюда кончики волос. А там на макушке где-то еще свежие волосы. Там, ну, такие, не знаю, каштановые, темные, может быть, так можно сказать. Темно-русые. То есть не блондин я по глазам и по волосам. Но жары я особо так как-то не люблю. Жару. Вот если в баньку пойти, да, я там еще настраиваюсь на баньку, мне это нравится. Хотя я не могу сказать, что я прям суперпоклонник бани. Но если уж дорываюсь до этого дела, то мне бань нравится. А вот в жаре сидеть как-то нет. Так что я не могу понять, откуда такое умозаключение, что корреглазам всем очень нравится, особенно из расичей, нравится тепло и жара. Ну, не то, что нравится. Здесь следует, конечно, уточнить, что речь идет не о жаре непосредственно, а о влиянии ультрафиолета. Вот. И люди с темным цветом кожи, их кожа лучше задержит ультрафиолет, тем самым их организм, опять же, меньше нагревается на солнце, а люди со светлым цветом кожи, они более восприимчивают к ультрафиолету. И это обусловлено еще и тем, что проживая в холодных широтах, там, где солнечного цвета и солнечного тепла меньше, имея светлый цвет кожи, возможно, больше усвоение тепла из окружающей среды. Вот, собственно говоря, я что, наверное, имел в виду. Ну, я понял. Значит, ну, тогда мы сейчас как-то в исторический, наверное, какой-то ракурс впадать будем. Дело в том, что я-то не отношу себя к темнокожим. Это не наши родовые, близкие люди к нам по роду, поэтому я немножечко как-то в стороне от них. И от желтокожих, и от серых, и цветобурмалиновых я как-то в стороне стою. Я отношусь к расичам. Поэтому я не могу за них что-то сказать, где-то ему нравится, не нравится. Если уж мы следим по преданиям, отслеживаем предания, то, наверное, надо понимать, что по преданиям вот того движения, которое сейчас есть у Земли, то есть наклона оси, как такового не было. Там были очень-очень минимальные колебания, и поэтому сильных перепадов зима-лето не было. И поэтому климат был благодатный в тех северных местах, про которые ты говоришь. Там Арктида, Гиперборея, Дария и так далее. И естественно, что когда привезли из темных пустошей сюда доставили жителей из погибающих их земель, то в этом случае их поселили там, где им было более-менее комфортно. Поскольку менее света находилось за экватором южнее, то в этом случае эти земли были им в пользование переданы для того, чтобы они их возделали, там жили и нормально процветали, исходя из тех условий, к которым они привыкли, к которым их организм приспособлен. Это следует, если одному из преданий. А когда были фатальные изменения, связанные с определенными космическими проблемками, то в этом случае наклон Земли появился. И тогда стало меняться, вот как раз очень заметно зима и лето стали меняться в полушариях. И тогда, в общем-то, мы получили, что получили. Плюс еще были другие катаклизмы уже человеческого характера, техногенные, которые называют. Были войны, были нападения, и следствием там являются пустыни. И, в общем-то, тут началось очень сильное движение народов, потому что каждый хотел найти, где бы повыживать получше. Народ местами стал дичать, возвращаться к тем основам, которые были до прихода на расичьи сюда. То есть вот здесь же было какое-то население, которое находилось в определенном таком очень своеобразном уровне бытия. И вот некоторые народы этого уровня опустились. Ну, здесь, опять же, мы можем об этом дискутировать, можем сейчас рассматривать фантазийные какие-то варианты, рассматривать предания, как славянские, славяно-русские, так и других народов. Но у нас передача про кожу, поэтому вернемся к вопросу. Так что тебя интересует, чтобы я ответил? Почему что? Вот на северном, на северной шапке, так называемом, в Арктиде или в Даре, или в Гипербореи, там темных народов не было, серых народов там тоже не было. Поэтому говорить про то, как там кто приспособлен, ну, наверное, смысла нет. Если мы следуем вот этому направлению наших преданий, то оттуда вышли все наши предки, у которых были светлые телеса, у которых были разные глаза разного цвета, зеленые, синие, карие и серые. И они расселились вот по рассене, так называемой. Но это одно из таких известных преданий, которые многие ученые говорят, да, что-то вот в этом есть. Но пока еще многие и находятся в состоянии отторжения. Но люди, которые жили там, надо понимать, они жили тогда в благости. Там был достаточно теплый климат, ни жаркий, ни холодный. Там было все здорово, замечательно. И многие упоминания иностранцев говорят о том, что солнце не уходило на покой и постоянно светило там. То есть не было такого, что прям наступала глубокая-глубокая ночь или глубокая полярная, тем более, ночь. Поэтому там климат был очень замечательный, хороший. Хорошие и разные растения там в большом количестве существовали, как те, которые были на Земле и те, которые были синтезированы на Земле. То есть генноинженерия была применена, и те, которые привозились, адаптировались. Тут много о чем можно говорить, конечно. И те леса тоже доделывались, потому что если учитывать, что каждая Земля имеет свое притяжение, свой воздух, насыщенность этого воздуха, плотность воздуха, давление и прочее-прочее, то те леса так или иначе тоже должны были проходить какую-то подготовку. То есть наши скафандры каким-то образом приспосабливались. Что еще те могут сказать? Здесь целую лекцию можно прочитать, но я думаю, что не о том речь сегодня. Ну да, да, да. Ну, благодарю тебя за ответ. Я все то, что хотел услышать, я услышал. С твоим позволением могу продолжить. Конечно. Теперь хотел бы сказать о цвете кожи, который возникает вследствие различных состояний организма. Но наиболее тревожный для нас – это синий цвет кожи. Такой цвет кожи говорит о уменьшении кровоснабжения, недостатке кислорода в крови. Это может быть либо из-за болезней легких, либо из-за обширного тромбоза. Но это состояние уже опасное для жизни, когда нужно на это пристально обратить внимание. Затем кожа черного цвета, может быть, это уже некрозное состояние. Ну, либо крупная кожа, либо уже когда у человека возникают какие-то гангренные состояния, ну, и тому подобное. Желтая кожа возникает вследствие заболевания печени. Причем, если судить о степени, о тяжести заболевания печени, то если совсем тяжкое заболевание, то должны пожелтеть еще и склеры глаз. То есть белковые оболочки глаз должны стать тоже желтыми. Желтеет кожа при проблемах с печенью из-за того, что повышается уровень гелирубина в крови. То есть кожа перестает отфильтровывать гелирубин, нарушается ток желчи, но его количество повышается в кровеном русле. Поэтому кожные покровы желтеют. Если уж совсем сильно гелирубин повышен, то пожелтеют еще и глаза. Затем бывает такой морковно-оранжевый цвет кожи. Когда человек, говорит, морковки перепьет, переест, то у него появляется такой морковный цвет кожи. Причем я хочу сказать, что морковный цвет кожи – это, можно сказать, даже один из наиболее полезных цветов кожи. Если человек в течение… И он не является дисфункцией. Если человек в течение, допустим, где-то трех недель ежедневно будет съедать где-то полкилограмма морковки, то он приобретет такой устойчивый цвет. И такой оттенок кожи поможет человеку в 2-3 раза, например, дольше находиться под открытыми лучами солнца. Кожа приобретет лучшие защитные свойства, лучшие защитные качества. И, в принципе, человек будет более здоровым. Хотя очень часто люди пугаются. Там морковку кушают, но смотрят, вот они стали похожими по цвету на морковку. И все, сразу тут же ее заканчивают. Ну, в принципе, пугаться этого не стоит. Можно даже продолжать. Никакой проблемы из-за этого не будет. Также еще достаточно интересный редкий момент, который я хотел осветить. Но он не то, что редкий, а будет полезен нашим радиослушателям. Он связан с корками ссадин. То есть дело в том, что мы часто там что-то ударяем, свозим себе, и на коже появляются какие-то ссадинки. По цвету ссадинки можно определить, в каком состоянии, что там вообще за процесс происходит. Если ссадина на месте ушиба, на месте какой-то рамки, у нас имеет такой черно-красный цвет, ну, такой красноватый цвет, то это значит, что это запекшаяся кровь. Если же цвет корки светло-желтый, это запекшаяся лимфа. Ну, или сукроются какие-то тканевые жидкости. То есть это тоже нормально. Там в первом случае повредили какой-то кровеносный сосудик, во втором случае повредили лимфатический сосудик. лимфа закрывает кровожденный участок. Но если корка у нас оранжевая, и медовая желтая, то есть ярко-желтая такая, то это уже в этом месте происходит какие-то инфекционные процессы. Потому что это признак наличия стриптококка или стафилококка. Обычно это на месте каких-то загноений происходит. Ну и совсем ужасно, если корка серого цвета, черно-серая, это говорит обмирание тканей. И далее запланировал рассказать о таком интересном явлении. К примеру, как понять, насколько лицо у нас, можно сказать, износилось, насколько мы форсируем свой биологический возраст. Все очень просто. Лицо нужно сравнить с ягодицами. Насколько кожа на лице отличается от кожи на ягодице. Дело в том, что ягодицы у нас в данный момент, в период развития нашей цивилизации, самая защищенная часть тела. Мы постоянно носим какую-то там одежду, туда практически не попадает солнечный свет. И кожа там находится практически в первозданном виде, в каком она должна быть на этот период нашего жизненного отрезка. Так вот, если кожа на лице значительно по своим качествам отличается от там, то есть на лице более дряблая, она такая более сухая, то это говорит о том, что кожа нашего лица недополучает чего-то, либо не хватает жира, либо не хватает влаги. Причем, что касается влаги, то, опять же повторюсь, хотя во всех передачах, наверное, мы об этом говорим, что необходимо употреблять достаточное количество жидкости. В настоящий период считается, что достаточно это 40 мл на 1 кг веса. Хотя есть такие товарищи, которые говорят, что человеку жидкость вообще не нужна, ему нужно масло, и нужно потреблять побольше масла, тогда все будет хорошо в организме. Не знаю, я не проверял. Может быть, есть какая-то доля истины, но я пока считаю, что все-таки вода, жидкость важнее. Так вот, если у человека не хватает хотя бы в организме 0, вернее не 0, а 0,5% жидкости от необходимого объема, то тут же возникает жажда. Всего-навсего 0,5% воды в организме не хватает, у человека возникает жажда. Что касается белков, то чтобы возникла стойкая потребность к белку, в организме должно не хватать 15% от необходимой нормы. По жирам там вплоть до 90%, то есть организма может не хватать от общего объема 90% потребляемых жиров, и только после этого у человека возникнет желание употребить жир. А что говорится по поводу воды, то там только 0,5% не хватает, сразу организм требует. Поэтому гораздо более важно следить даже не за тем, что ты ешь, а за тем, как ты пьешь. И для кожи это более важно. Если человек будет пить в достаточных количествах, то кожа будет достаточно эластична, и многие ее функции уже будут функционировать так, как можно. Ну и еще несколько интересных таких сведений, которые я для себя подметил и хотел вам рассказать. Например, что холодовое повреждение кожи может наступить уже даже при температуре плюс 4 градуса. То есть вроде бы еще нуля нет, вроде бы еще обмораживаться нечем, однако же уже начиная плюс 4, можно получить холодовый ожог. Это связано с тем, что начиная с этой температуры может крайне затрудниться кровоснабжение. Эти области кожи у нас спухнут, и будет такое вот ожоговое явление, повреждение кожи. И хотел бы осветить такой важный фактор, сказать о том, что гепатит B достаточно заразное инфекционное заболевание, причем практически не поддающееся лечению, передаваться может через код. То есть человека, который болен гепатитом, например, вспотели руки, он куда-то прикоснулся, следом прикоснулся другой человек, и он имеет уже на своих ладонях возможность ибо себя заразить, либо перенести этот гепатит B дальше. Что? Имейте в виду и будьте аккуратны. Собственно говоря, наверное, из теоретического части из введения это все. Если есть какие-то дополнения, вопросы, то, наверное, можно перейти к ним, побеседовать о чем-то. Хорошо. Благодарю за доклад. Теперь мы с тобой перейдем ко второй части нашей беседы, а именно к вопросам и репликам, которые поступили в чате Народного славянского радио и на канале YouTube. Напоминаю, чат Народного славянского радио пока еще доступен на старом сайте. Уже скоро мы будем переводить на новый сайт. Будьте готовы к этому. Старый сайт славмир.org, новый славрадио.org. Там есть у нас чат, где вы сможете также переписываться с друзьями. Так что регистрируйтесь на новом сайте, иначе скоро вы с удивлением обнаружите, что на старом сайте уже чат не работает. Новый сайт предназначен для всех устройств – мобильных телефонов, планшетов, всяких там айподов и гаджетов, одним словом, и также всех компьютеров, всех компьютерных систем. Так что переводимся на новый сайт. Ну, а также youtube.com слэш славрадио. Вот если в конце напишите «славрадио», вы пойдете на наш канал. Итак, пауза. После этого разбираем вопросы и реплики. Продолжение слушайте в следующей части.